Так, когда человек правильно живет в прошлой жизни, он рождается в следующей жизни, уже имея силу благочестия. Что такое сила благочестия? Допустим, у одного человека очень чистая возможность понимать, кто лжет. Он может стать очень крутым бизнесменом, потому что сделки будут всегда правильно делать, его обмануть невозможно. У другого человека способность подчинить себе людей, власть, допустим, он может руководить людьми. У третьего человека способность, допустим, помочь, он может совет правильный подсказать, у него есть видение правильной ситуации. У третьего человека, допустим, речь такая, что вызывает добрые чувства, или, допустим, человек имеет талант петь, или у него способности все запоминать, или у него, допустим, врожденная способность уважать старших людей в целом. Все это называется благочестие. Что такое благочестие? Когда человек добрые дела в этой жизни делает, его жизнь дальше будет только счастливой, и все. Куда бы он ни попал на эту землю или выше в своей следующей жизни, если он идет добрым путем, путем добра, то есть он хочет жить для других, не для себя, потерь и поражений на этом пути нет. Не надо думать о том, как я сейчас живу, какой смысл в этом. Как живу, так живу, это нормально. Некоторые говорят, где родился, там и будет жить. Ничего подобного. Человек может полностью поменять даже свой статус в обществе, без проблем. Все меняется полностью, если человек встал на тот путь, который дает победы. Аскезы предназначены для того, чтобы перейти через горку. Вот смотрите, если я, допустим, неподвижно стою, занимаюсь спортом, пощусь, купаюсь в проруби. Для женщин забочусь о тех, кто нуждается в заботе, кормлю голодных, ухаживаю за пожилыми людьми. Женские аскезы рассказываю. Что такое аскеза? Аскеза — это то, что дает перейти через горку силы. Вот, допустим, у тебя по судьбе сейчас одиночество. Это горка твоя. Ты совершаешь аскезы, что происходит? Ты переходишь через эту горку. У тебя есть силы переходить. Аскезы дают силу человеку, силу жить своей судьбой. Допустим, на Украине тяжелый период идет, тяжело жить. Совершаешь аскезы, заботишься о других, тебе становится легче, несмотря на то, что всем тяжело. Значит, ты сильнее стал. Своими аскезами ты способен жить там, где тяжело жить. Вот то же самое я говорю сейчас. Вот я перелет за перелетом. У меня уже тело не выдержит этих самолетов. Но просто дополнительную аскезу берешь, и все, и нормально. И опять как будто не летал. Понимаете, аскеза возрождает человеку возможность жить. Дает им возможность в трудных условиях выживать. В этом смысл аскеза заключается. Дальше. Человек должен получать духовное образование. Зачем оно нужно? Он становится, у него появляется способность различать. Чем отличается духовное образование от просто образования? Образование духовное всегда означает, что ты получаешь от человека, который что-то сам умеет, понимаете, может. То есть духовная сила передается от одного человека к другому. Она не может просто из теории взяться. Духовное образование не означает только лекции слушать. Вот допустим, если вы слушаете тех, кто молится, это тоже духовное образование. Потому что есть три аспекта духовного образования. Самый главный аспект называется на санскрите шабда. Что это такое? Есть такое пространство, в котором происходит победа над судьбой. Это пространство называется пространство разума или пространство звука. В Вильнюсе одна девушка ко мне подошла, говорит, я слушала, слушала, внимательно погрузилась в голос того, кто молится. Вместе с ним молилась. И неожиданно я почувствовала такое, как будто этот звук, он стал очень сильным, густым. Я как будто вошла в жизнь этого звука. Я испугалась, потому что там очень сильная какая-то, сильно, сила большая там находится внутри. Когда человек входит в пространство звука, он живет звуком, тогда нет для него ничего непреодолимого. Он когда в это пространство звука молитвы вошел, все побеждается. Потому что этот мир соткан из звука. Звук создает все, что существует в этом мире. Это тайна. Древние люди могли дождь вызвать звуком и могли урожай улучшить звуком. И эти звуки все имели определенные законы, звучание и все прочее. Сейчас это знание утрачено. Хоть остались, как это написано, есть звук, который вызывает дождь. Но как это произнести, никто не может. Потому что мы утратили эти способности. И у нас не хватает чистоты для этого. Мы не можем управлять этим миром. Но надо хотя бы собой научиться управлять. Для этого очень просто. Нужно молиться с теми, кто молится. И перенять эту силу звука у тех, кто молится. Следующий вид образования — это когда человек просто служит тем, кто старше. Он просто служит и получает жизненный опыт от того человека, который старше. Это называется протягша. То есть человек, допустим, пример такой. Один мальчик болел диабетом в Индии. Ему надо было просто на этом этапе меньше есть сладкого. Мама не могла его заставить. Она ему говорила, советовала. Он не слушал. Маленький ребенок. И она привела его к Махатми Ганди. И тот сказал, приходите через неделю. Я помогу вашему ребенку. Они пришли через неделю. Он ей сказал, ему сказал, перестань кушать сладкое. Иначе ты будешь болеть. И он перестал сразу есть сладкое, не ел. И мать его спросила, я это говорю ему уже целый год. Каждый день. Почему он меня не слушал, а вас послушал? Он сказал, очень просто, потому что я всю неделю сам не ел сладкое. И когда у меня появилась сила это делать, я эту силу ему передал словами. Так как мальчик верил мне как старшему, он эту силу себе в уши взял. Что такое протягшение? Это когда человек имеет что-то в жизни, и есть еще другой человек, который ему доверяет. Это передается. Вот это называется благословение. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, руку на голову положить, чтобы я вышла замуж. Если у меня есть такая сила, то я могу помочь, а если нет, то нет. Здесь как бы работает только именно передача силы, понимаете, то есть передача силы. То есть очень важно понять, что этот метод мы не пользуемся. Если говорить о первом методе, метод звука, вообще до свидания. То есть мы вообще не понимаем, что это такое. У нас даже нет никакого представления. То этот метод проще перенять опыт человека верой, через веру. Ну допустим, простой пример. Девушка не может выйти замуж. Надо подружиться с девушкой, которая хорошо быстро вышла замуж. И просто быть ее подружкой. Помогать, заботиться о ней. И наблюдать за психикой ее, за тем, как она себя ведет. И ты переймешь у нее это, и тоже быстро выйдешь замуж. Потому что тебе просто нужна такая энергия, которая дает возможность. Эта энергия есть у девушки, которая уже вышла замуж быстро. Или допустим, ты не можешь устроиться на работу. Хочу, хорошо, дружи с тем, кто успешно работает. Дружи с ним. И ты тогда тоже успешно устроишься на работу. Но опыт показывает, что девушки, которые не могут выйти замуж, дружат с теми, кто не может выйти замуж. А девушки, которые, парни, которые не работают, дружат с теми, кто не работает. Знаете почему? Потому что мы брезгуем чужой силы. Лучше в гордом одиночестве и в гордой нищете. Понимаете? То есть взять и просто удивиться, порадоваться тому, что человек успешный, у него есть сила какая-то, мы не можем. Мы лучше жить нищетей в одиночестве, чем кому-то удивляться. То есть перенимать чужой опыт можно только с помощью веры в людей и любви в них. Это передается прямо от сердца к сердцу. Мы не можем это почувствовать, как это происходит. Как в мультфильме. Да, я тебе передаю свой привет. Я не почувствовал. Надо научиться чувствовать. Это через веру, через доверие, через уважение. Допустим, просто человек уважает начальника старшего, уважительно относится к своему начальнику. Что это значит? Вот он смотрит на начальника и уважает его. Хотя начальник, может быть, там плохо что-то делает в жизни, но он просто начальник, он значит, у него хватает благочестия быть начальником. Просто так начальником не станешь. И человек подчинённый уважает, он смотрит на него, как на старшего. Результат какой будет? Вот эта вся сила его перетечёт туда. Всё. И ты сам станешь начальником, значит. Вот так. И третий метод — это метод беседы, который я сейчас провожу. Он самый простой, доступный, когда с помощью какого-то определённой логики человек достигает истины. Но он самый медленный, самый быстрый метод — это метод звука. Когда человек слушает звук, он может услышать то, что не объяснишь словами. Например, увидеть себя вечным и очень достойным и сильным, могущественным, но маленьким очень, светящимся, но зависимым от Бога. Вечным, светящимся, зависимым, маленьким и могущественным. Всё одновременно. Можно только с помощью звука. Сколько не объясняй, что ты такой, это невозможно понять. Можно принять сведения, что это так, но это всё ерунда. Понимаете, пока человек не почувствует сам себя таким, он никогда это не поймёт. Это невозможно понять просто через слова. А почувствовать можно только через звук. Когда человек в звуке контактирует с Богом, он этим звуком себя находит. Ты когда со звуком чувствуешь молитву, ты начинаешь чувствовать Бога постепенно, ты его начинаешь чувствовать вечным и настоящим. Бог — это большая тайна. Хоть Он везде присутствует, но мы Его не видим, не знаем, потому что мы должны это сделать, узнать. Это наш путь жизненный. Если я чувствую, что Он вечный, Он живой, тогда таким же я почувствую себя, только после этого. Поэтому настоящее достоинство приобретает тот человек, который себя знает очень глубоко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!